он вообще любит широкие пространства большие ну там не зря же он экзальтирует в весах потому что это большое пространство у весов воздух у водолея большое пространство у рыб все это расширенные такие знаки ну а рыбы я думаю это самое большое вместилище для сатурна но при этом рыба они тоже обладают таким свойством запутываться определяться в целях и быть в дисбалансе мы имею ввиду с тем что в голове и что в реальности то же самое у весов поэтому я думаю что сатурн тоже мог бы неплохо про экзальтировать в рыбах ему бы здесь ничего не помешало и юпитер все-таки более мудрая планета чем венера более глубокая по объему и статусу тоже в принципе как и сатурн вот и рыбы 12 это любимый дом сатурна 12 он там много чего делает в этом космическом пространстве то есть это просто апогей философии развития какого-то глобальных проектов сатурн с питером поэтому тоже хорошее место для экзальтации и тоже вопрос почему он экзальтирует именно в весах а не в рыбах рыбы здесь тоже бы больше подошли если уж так подумать да и юпитер по статусу да тоже выше чем венера я не думаю что такие люди прям концептуальны потому что сатурн в рыбах ну мне кажется у такого человека мульти религиозное восприятие реальности отсутствие какого-либо расизма нацизма мультинациональность мульти культурное восприятие отсутствие границ непонимание для чего вообще нужны разделенные страны языки ну я бы назвал это человек мира это такой философ который ищущий в поисках все время находящийся ну в профессия где нужно что-то разрабатывать что-то придумывать контролировать это большие масштабные процессы или как эта идеология внедряется продукт вот это все я думаю будет интересно этим людям они реально широко берут сатурн это широко юпитер это широко рыбы это тоже максимально широко три широких величины самое широкое положение в астрологии самая глубокая наверное другого такого нет поэтому такого человека нет границы естественно здесь есть плюс того что такой человек все объемлющий и все поглощающие все принимающие но из-за этой бездонности он может потеряться в своем же вот этом глубоком духовном мире и его подсознание она настолько большое глубокое что он может проживать в нем и ему там комфортно и отсутствовать в реальной жизни ну то есть все эти проекты они могут быть только на уровне головы потому что рыба это не такой действенный знак он обычно разрабатывает что-то но не реализовывает он ищет реализаторов поэтому если у человека хороший сатурн то наверное он будет реализовывать а если сатурн здесь ну не очень сильный а больше юпитер или рыбы то больше будет философии в его жизни меньше действий тут все просто но все зависит от дома конечно я говорю общую информацию ну я думаю такая глубина она свойственно как мужчинам так и женщинам такие положения духовным учителям там не знаю философом и как я уже говорю про дисбаланс это можно потеряться вот в этих рыбах таких размышлениях и блуждания но балансом служит именно какие-то вот эти крупные проекты и вот это вот все объемлющее восприятие понимание такого единства масштаба принятия людей забота о других здорово я думаю что если человек здесь хорошо определен в домах денег то у него вообще не будет границ своих желаниях и в своей реализации знаете как у илона маска то есть он хочет в космосе оказаться но это никак не значит что он там окажется тоже должны понимать поэтому это хорошее положение но оно требует огромных энергетических затрат человека чтобы она работала это может выглядеть как огромное предприятие которое нерентабельно на которое нужно огромное количество ресурсов и в итоге это превращается в заброшку поэтому когда такие положения в карте встречаю я не сразу обольщаюсь и думаю что это человек гигантских возможностей достигнет он может выбрать более простые вещи там какой-нибудь меркурий во втором венеру в седьмом то что легко обрабатывается а это самое энергозатратное положение а то может вообще не работать в принципе она может где-то проявляться там в каких-то практиках ощущениях мышлений но не всегда но будет идти в действие ну что не каждый человек готов такой вызов принять поэтому имейте ввиду это реально это огромная структура которая занимает просто ну бакс самое большое количество пространства в карте то есть даже если это стоит в одном доме то эта энергия охватывает всю карту вот это положение поэтому человеку здесь конечно надо что-то такое вот прям ну создать придумать но еще чтобы хватило ресурсов для реализации вот ну и в целом вот так выглядит эта позиция я уже говорил про стрельца что мне он тоже больше нравится в плане экзальтации если сравнивать с весами а рыбы если честно мне нравится еще больше потому что вот эта размытость ее сатурн как бы собирает но объем рыб больше чем у стрельца или виду пространство и возможность движений в разные стороны тоже выше поэтому это уникальное самом деле положение ну что здесь получается такая философская у нас тема и и очень сложно сузить ну как всегда да такие люди хорошие организаторы аудиторы как идеологи люди которые могут влиять на общество это вот эти все структуры государственные еще что то вот и здесь человек может развиваться легко с таким положением когда есть масштаб чтобы там ни было у кого есть это положение напишите и мы с вами пообщаемся как раз раскроем это положение в обществе как этот сатурн в рыбах выглядит вот напишите у кого есть это соединение вы уверены я вас подключу пока откроем но ребят я сейчас по домам не смотрю чтобы смотреть положение по домам это надо знать все нюансы какими домами управляет сатурн какими домами управляет юпитер какие аспекты у вас на дом поэтому здесь нужно индивидуально это все рассматривать а пока давайте посмотрим вот именно общее назначение чтобы разобраться напишите напишите у кого сатурн в рыбах да не стесняйтесь неужели у нас так мало людей с таким положением но вообще конечно я не так часто такое положение встречаю надеюсь что нам повезет так пока у нас затишье сатурн в рыбах вот это да но даже сколько у меня сейчас было эфирах впервые вижу такую тишину хорошо я тогда раскрою его без беседы такое у нас иногда изредка бывает видать 12 дом нам свою атмосферу создает но если говорить про водолея то все-таки это инновационные технологии а если говорить про рыбы но это все-таки мы говорим про тонкие слои это уже подсознание другая реально ну я имею ввиду духовный мир мы говорим про юпитер сейчас да вот если говорить про наше время там все говорят про эпоху водолея и все таки это техногенная эпоха я наверное не буду сегодня никого брать я понял что мы на так пообщаемся потому что у меня какие-то есть сложности у меня наушник выключился и звук может пропасть поэтому не буду рисковать вот значит получается если это существует эта эпоха водолея но значит мы действительно перешли какой-то инновационный ну то есть смотрите в начале двадцатого века в принципе техногенная революция была и сейчас через сто лет она как будто вот на второй уровень переходит или на третий ну то мне не разбираюсь этих технических революциях но они уже были и действительно мы видим вот этот переход в онлайн мир но если говорить про рыбы то это немножко другое я это воспринимаю совершенно по-другому я вот если посмотреть с точки зрения сатурна но я имею ввиду потому как устроено мироздание все таки мы по знакам зодиака можем понимать как происходит история планеты планеты развиваются целый рассказ можно сделать планеты знак и для рыб пока что это выглядит как деградат почему потому что рыба это совершенно другой вид развития ну то есть смотрите мы получается строим ракеты чтобы достичь других планет да это но вот с точки зрения я думаю других цивилизаций выглядит очень смешно что мы там что-то запускаем там что-то отваливается это ракета там с горем пополам долетает до какой-то спутника или планеты в один конец там топлива пока она там доберется до луны мы еще долетаем до марса пока что я не слышал чтобы кто-то долетал из лети в основном куда спутники какие-то долетают то есть мы еле еле как добираемся до планет и уровень технической революции у нас конечно произошел да он выше стал но при этом если уж говорить про сатурн в рыбах в принципе то мы можем оказаться на любой из планет сидят дома то есть я уже говорю про астральные путешествия и в принципе во многих источниках описывается то как мудрецы посещали другие планеты но они это делали в медитации их астральное тело могло туда слетать и посмотреть в считанные секунды и не нужно было строить никакие ракеты с одной стороны техническая революция была на нуле с другой стороны люди делали это просто каким-то уникальным способом вот то есть вот такая огромная разница многие ученые пишут что на марсе нет жизни или там на венере и они почему-то за жизнь воспринимают какие-то физические объекты бактерии почему-то не учитывается то что жизнь это она может просто быть нашим невооруженным взглядом не видно то есть то что мы не видим то есть жизнь а а так как мы воспринимаем все через глаза через твердые все до момент это это ну очень глупо делать такие выводы что ее нет ну как и говорить о том что человеческое существо живет потому что тело как бы типа работает да но ведь когда в тело что-то входит и что-то выходит тело же когда человек умирает она становится безжизненным и там внутри есть какая-то энергоемкость которая им управляет получается само тело она по сути безжизненно в нем нет жизни это скафандр для души и как только душа покидает вот эту оболочку скафандр то тело умирает но тело нельзя считать как бы основой жизни и получается что сатурн в рыбах это понимание того что энергия первично да они материя понимание того что можно достичь любой точки вселенной без всяких ракет там ракета носителей в принципе если это развивать можно понимать что чувствует к тебе другой человек если на расстоянии до подумать о нем было же у вас что у вас кто-то думает вы хотите ему позвонить или о а я только о тебе вспоминал и вам раз кто-то позвонил по сути мобильная связь она является костылем для нашего развития и чем больше мы усиливаем техническую область тем дальше мы становимся от своей природы потому что люди в принципе могут общаться на расстоянии просто никому не придет в голову так экспериментировать пробовать отправлять какие-то сигналы потом чтобы партнер это проверял а я так кстати пробовал делать и когда я ездил вот в индию сколько лет ваш рам там люди телефонами мало пользуются потому что ты на курсе и все как бы рядом ты всегда можешь с кем-то пересечься без телефонной связи и ты еще находишься в молчании много-много дней и в итоге когда ты изолируешь себя от телефона интернета находишься в молчании и у тебя нет возможности выражать себя через речь то ты начинаешь понимать других на каком-то другом уровне потому как они двигаются ты даже видишь что человек думает что он чувствует у тебя из-за того что ты в молчании ты у тебя другие органы чувств развиваются так вот рыбы это больше шестое чувство это когда человек выходит за пределы эти органы чувств и здесь ты конечно начинаешь воспринимать мир по-другому а когда есть вот эти костыли как компьютер телефон навигатор без которого мы не можем добраться ни в одну точку до раньше же люди без этого жили у них интуиция была намного выше попробуйте какого-нибудь человека из москвы или из нью-йорка отправьте его в лес он умрет там он там не выживет он не понимает как устроен лес как ориентироваться по звездам у меня например на алтае была такая фишка что мы семьей со всей ездили за грибами и мы расходились в разные стороны и чаще всего каждый раз мы теряли дорогу обратно к машине мы очень доверяли нашему деду который всегда знал где она находится и когда мы разделялись я например был с бабушкой у меня сестренка там двоюродная была с мамой со своей моя мама там с дядей вот так по двое у нас был такой конкурс кто больше соберет белых рябов то мы либо сами интуитивно возвращались к машине просто видя до ландшафт и смотря на небо а либо если мы терялись то масса на останавливались на месте и ждали когда дед побибикает машин и он всегда бибикал и не было такого случая чтобы мы вот не услышали сигнал потому что он хорошо ориентировался в лесах и даже если мы терялись мы сами могли найтись поэтому когда я нахожусь в лесу я вижу сразу в какую сторону мох растет куда деревья наклонены да какой я на небе тогда если есть какие-то где солнце было а сейчас человека отправь все и ну конец он там двух дней не проживет в этом-то и проблема что изначально здесь все-таки была природа на этой планете и если как сказать мы умрем мы уйдем с этой планеты жизнь здесь не прекратится наоборот без нас жизнь будет развиваться еще лучше и если уж сравнивать так грубо то мы похожи на раковую клетку а не на ту которая развивает потому что все океаны моря озера они все сдержаны да вот этими всеми настройками и если сейчас мы уйдем например даже из городов но природа она мы ж видели да вот где заброшенный дом там огромное количество зарослей там деревья растения все цветет растения захватят эту территорию и снова поглотят планет и они являются реальными жителями этой планеты а не мы мы всегда тут являлись гостями и будем ими я думаю что мы жили на разных планетах мы не являемся основой жизни потому что бизнес жизнь будет и так процветать и мы совершенно про это забыли и если мы теряем контакт природой то мы теряем контакт с землей если мы не понимаем основных жителей этой планеты то у нас практически нет шанса выйти на другой уровень и развиться уже с точки зрения ну знаете осознанности вот эти вот ну какие там могут быть дальние миры какие-то ну если мы не понимаем сами саму природу не чувствуем какой эмоции находится цветов или дерево не прислушиваемся к тому принимает нас это место или нет которой мы приехали на отдых ведь она всегда дает множество разных знаков это место конечно это революция техническая она хороша она развивает нас но с другой стороны у нас все больше и больше происходит деградация где мы друг друга не слышим и придумываем огромное количество костылей чтобы общаться с друг другом через смс телефон какие-то картинки сейчас очень много вот этих эмоции которые заменяют до эмоции и все получается какая-то доля мозга нейроны которые отвечали за понимание другого человека через наблюдение за ним они просто перестают работать вы перестаете смотреть на язык жестов человека вы просто смотрите на то что он написал или сказал а что внутри него уже не слышит понимать вот в этом и есть основная проблема поэтому до сатурна в рыбах высшем понимании этого слова нам очень далеко мы очень-очень сильно отклонились от курса и и естественно иногда спасает какое-то чувство единства когда мы чувствуем что мы развивающиеся население которое является единым и сейчас объединительным фактором служит коронавирус и действительно мы понимаем что мы едины в этой проблеме до этого были воины но если и коронавирус не изменит сознание людей то будут другие вещи которые будут нас объединять что и где мы можем ну быть в одном чем когда друг другом и это может быть какая-нибудь комета или еще что что угодно но видать разделенность зашла слишком далеко какие-то границы раз такие происходят события поэтому чувство единства и чувство принятия это тоже сатурн а чтобы возникло принятие нужно колоссальное количество энергии а где мы можем брать энергию где мы ее можем брать можем брать энергию от других людей обмениваясь с ними а второй источник энергии это природа это солнце луна деревья вода водопады озера и если на вас светит солнце это не значит что вы умеете брать и луна многие древние культуры создавали целые техники практики чтобы человек заряжаться принципе в индии нас тоже этому учили а так она просто светит и человек не пользуется этой энергии также как и вода водопады озера если вы рядом с озером сделали шашлык что-то покушали вы ехали это не значит что вы зарядились от воды то есть нужно остановить мысли чтобы это произошло когда вы купаетесь либо погружаетесь в воду поэтому нужно с большим уважением подойти иначе вы не получите эту энергию обмена не будет так же как и лес то есть к этой энергии нужно подключиться если вы берете телефон в лес но это хорошо да чтобы не потеряться но если вы там продолжаете разговаривать посидеть в нем то это как раз та штука которая не даст вам получить этот опыт поэтому если вы пользуетесь только энергии людей а она изначально не является чистой она загрязнена разными эмоциями разными мыслями концепциями по сути это энергия просто знаете как в машину заливаешь плохое такое разбавленное топливо двигатель работает от него не очень и вот эта энергия людей сейчас а вот когда мы получаем энергию от природы вот она чистая потому что у деревьев цветов у них нету эмоциональных переживаний либо концепции они сто процентов умеют заряжаться от солнца и от луны и от воды они полностью соединены потому что они являются реальными жителями этой планеты и они знают как пользоваться ее ресурсами в отличие от нас потому что мы здесь иноземцы и отсюда мы общаясь с этими существами можем у них научиться этому либо получить от них энергию которую они и уже там способов очень много поэтому я думаю что здесь есть о чем задуматься я много разных тем понял и когда мы все-таки приоритет ставим такие большие проблемы то естественно маленькие решаются сами по себе а сатурн в рыбах это глобальное восприятие проблем и большие приоритеты в жизни поэтому если мы мыслим мелко до ипотека работа и все остальное то смысла нет тогда в проживании но мы выживем еще одну жизнь и следующую жизнь будем выживать абсолютно не соприкоснувшись с самим источником этой жизни и с пониманием для чего она тут появилась потому что каждый раз приходя в эту жизнь мы делаем одно и тоже у нас постоянно у всех проблемы в отношениях мы ищем себе на пропитание и каждый раз решаем этот вопрос и он является основным и каждый раз нам кажется что он уникальный необычный только у меня так происходит поэтому у меня мастер сказал как-то я помню у него там очередь стояла за благословение и я зашел туда и с учителями он такой говорит ну неужели и вы пришли просить благословение у меня там есть одна идея вот такой ну слава богу он это специально сказал при всех просто ко мне приходят для того чтобы попросить чтобы их благословил чтобы все было хорошо в семье в финансах и эти люди не помнят что они уже приходят ко мне много тысяч лет с одним тем вопросом и эти вопросы уже надоели всем и не представляешь насколько я стал что у человека не возникает вопросов кроме поэтому он и не может их решить я тогда тоже задумался и честно мне было стыдно когда-либо за 12 лет к мастеру подойти с таким вопросом у меня проблемы в деньгах как-нибудь или а я бы хотел решить вопросы в отношениях проблемы в деньгах решаются вот дома по астрологии изучили и пошел спать сразу решаются дела дела в отношениях пошел психологу стал работать над отношениями дела решили но занимать время просветленного человека ради такой я думаю что хочется как-то потратить на какой-то глубокий вопрос на который точно ты не можешь найти ответ я поможет в этом просветленных но люди из-за своего низкого сознания используют просветленных ну тоже да в своих целях и из-за этого просветленные за одну жизнь не так много может нам дать поэтому те расшифровки которые дал будто или кришна только сейчас до людей доходят потому что и тогда люди приходили с этими же проблемами не слышали а то о чем они говорят то есть это такая информация которая не сразу расшифровывать ну что у людей просто другие задачи вот и все поэтому если ваша жизнь встретиться такой просветленный разум не тратьте это время глупые вопросы по поводу отношений денег у вас есть астрология у вас есть психологи у вас есть люди которые устраивают на работу есть подбор персонала что угодно есть куча профессий архитектура личности из вас вытаскивают уникальность брендинг получим вот эти люди должны это решать но если перед вами какой-то мастер это время может быть для вас единственным в жизни когда вы один на один можете задать вопрос если такая возможность предоставить задайте вопрос который все это вот мне вам именно послание такое да так что всем спасибо и у нас дальше будут эфиры раху кету 12 знаков будет интересно да всем до новых встреч